Месяц назад, в этой же практически обстановке, мы общались с моей очаровательной, замечательной собеседницей Ольгой Мюллер, членом Королевского института дипломированных оценщиков и управляющим партнером Investing Germany ГМБХ. И тогда вся эта история только начиналась, с закрытия границ мы еще не успели к нему привыкнуть, и, возможно, оно на поведении многих из нас не сказывалось. А сейчас прошел месяц, прошло полтора месяца, и, с одной стороны, нам интересно было даже совместно с Ольгой посмотреть, сложилось или не сложились те вот минимальные прогнозы, на которые Ольга решилась месяц назад, и, с другой стороны, все-таки ситуация в каком-то смысле становится более определенной. На крупнейшем, на ведущем рынке Европы, рынке недвижимости Германии. И сегодня наш час мы посвятим оценке текущей ситуации. Появились первые прогнозы авторитетные мирового уровня, появились прогнозы, на которые уже не просто можно ссылаться, которые нужно анализировать. Ну и параллельно пришла первая информация о том, что в Германии вроде как жизнь налаживается. Последние несколько дней такая информация, по крайней мере, в российских СМИ, приходит все более и более явно. Оля, во-первых, давай проверим звук. Видишь, ты меня слышишь? Да, я вижу, слышу. Все замечательно. Отлично. Ну, давай тогда несколько слов, взгляд с той стороны экрана. Действительно ли в Германии сейчас пошли какие-то заметные послабления, и кризису, по крайней мере, в его медицинской стадии приходит, ну, если не конец, то начало конца? Ну, для начала добрый день. Спасибо большое за приглашение и за возможность встретиться вновь спустя один месяц. Да, определенные, конечно, послабления у нас наблюдаются на рынке, особенно это связано в сфере торговой недвижимости, да, многие магазины начинают открываться, то есть, во-первых, я хочу сказать, что вот эти ограничения, они на земельном уровне, то есть в каждой земле по-своему, то есть то, что разрешено в Берлине, не значит, что это разрешено в Баварии или в Саксонии. И, кстати, показатели тоже заболеваемости, они в этих землях тоже разные, да, поэтому, конечно, различные меры принимаются. То есть, например, в каких-то землях сейчас обязательное условие – это носить маску в магазинах. В каких-то землях обязательно условие носить маску в общественном транспорте. Но в магазинах можно без маски появляться. Магазины по всей Германии, это заявила Ангеля Меркель на прошлой неделе, что по всей Германии магазины площадью до 800 квадратных метров могут быть открыты, если они соблюдают определенные нормы, которые должны быть выполнены. Вот это как раз загвоздка, потому что не все магазины могут выполнить эти нормы. То есть, например, если магазин одежды открывается, то они должны после каждой примерки гарантировать дезинфекцию этой одежды. Как ее осуществить, никто не понимает. А также нужно ввести дезинфекционные средства. То есть на рынке дезинфекционных средств у нас уже нет где-то приблизительно 3 месяца. То есть их не купить. То есть это может тоже у некоторых магазинов быть причиной, почему они не могут открыться, что они не могут выставить дезинфекционные средства. Один покупатель на 20 квадратных метров. Большая количества покупателей не может присутствовать. Первый торговый центр открывается в Перлине. И там будет только один вход, потому что открыт, потому что они как раз хотят следить, сколько покупателей входит, да, чтобы вот это ограничение 20 квадратных метров на покупателя соблюдалось. Да. То есть можно ли сказать, что на самом деле пока ситуация не то, что далека от разрешения, она еще по-прежнему в этом смысле нестабильна и с точки зрения перспектив той же самой торговой недвижимости, именно поэтому сейчас обо всем можно говорить с большой осторожностью. Очень с большой осторожностью, да, потому что то, что открылись магазины, это не значит, что туда ринуло большое количество покупателей, да. Как вот, например, в интернете можно было увидеть какие-то ролики, да, что будет, когда откроются границы и как все ринутся куда-то, да, этого не происходит. То есть очень осторожно. Немцы, вот даже ты идешь по улице, они держат дистанцию 2 метра, да, они тебя отходят еще и смотрят на тебя, такое ощущение, что ты уже чем-то там болен. Таким достаточно серьезно. Да, вот посмотрите, очень дисциплинированная нация, на самом деле, то есть даже на почте очередь стоит, и то есть вот прям по линейке 2 метра друг от друга поддерживают дистанцию, да. Ну, что радует, это то, что можно гулять, можно гулять с теми, кто проживает с тобой в домохозяйстве, и можно гулять, разрешили гулять с друзьями, то есть 2 человека, да, на определенной дистанции могут прогуливаться на свежем воздухе. И также можно выезжать в пределах своей земли тоже куда-то там в лес, в гору, у кого что-то. Оль, ну давай тогда поговорим немножечко о прогнозах. Они появились. Да. Они появились, и, соответственно, если они появились, то, соответственно, ну, хотелось бы понять, о чем, собственно, идет речь, да, в этих прогнозах. Причем, насколько я понимаю, это прогнозы весьма и весьма авторитетные, то есть это уже прогнозы компаний, на которые ссылаются и которые являются определяющими для, ну, всей немецкой власти, скажем так. Да, то есть прогнозы появились, статистики еще нет, то есть статистика есть только за первый квартал, в Германии статистика проводится поквартально, да, поэтому мы еще не можем сказать, как действительно отразилась ситуация на ценах, но уже есть опросы, которые были проведены среди участников рынка, и есть исследования Института Империка, этот институт, который действительно консультирует правительство Германии, и они сделали такое заключение, пять причин, да, мы можем указать, почему рынок сейчас остановится и также почему потом он очень быстро стабилизируется. И вот, конечно, это обнадеживает, да, что обращается внимание именно на стабилизацию рынка. Также есть исследования, сейчас скажу, Deutsche HIPP, да, которые говорят, что инвестиционный климат в Германии сейчас находится еще не на том уровне, как это было в 2008 году. То есть, посмотри, 2008 это после кризиса уже имеется в виду или до? В Германии, вот, это кризис 2008-2009 года имеется в виду, да, и они говорят, что мы не достигли этого уровня, мы, скорее всего, его не достигнем. Это связано с тем, что ситуацию на рынке сегодня и тогда сравнивать не совсем правильно в связи с тем, что сегодня у нас очень низкие ставки по финансированию, и никто их не отменял. Причем самое интересное, что по поводу ставок по финансированию, какие-то банки их немного поднимают, а какие-то банки, наоборот, их немного опускают. То есть, как вот сказать 100%, как будет развиваться именно ситуация со ставками по финансированию, я на сегодня не могу, да. Скорее всего, то есть, вот, Институт Империка как раз говорит, что сейчас ставки по финансированию будут повышаться, но это не связано с недвижимостью, это связано с тем, что предприятиям нужно больше денег, им нужны будут дополнительные кредиты, и поэтому, так как будет повышенный спрос, ставки будут подниматься. Но, с другой стороны, есть очень много выгодных кредитов из, скажем так, средств банков по реконструкции и развития, да, это из европейских каких-то средств, это также региональные банки, которые обеспечивают поддержку предпринимателям. Эти банки дают кредиты вообще без процентов, да, и со срочкой платежа на два года, поэтому, конечно, маленькие суммы, да, по сравнению с теми суммами, которые, наверное, нужно предприятиям, чтобы золотать свои дыры, но все равно какая-то поддержка есть, а когда высчитывается финансирование, то берется, например, годное финансирование, финансирование по рыночной, и суммируется по средний процент, то есть, скорее всего, средний процент, он останется тем же, да, особо не вырастет. Окей, давай вот коснемся тогда этого вопроса, вот Империка описала пять причин, по которым цены будут снижаться, собственно, ты начала про них уже говорить, давай несколько слов. Да, ну вот про повышение ставки по финансированию я только что сказала. Также следующая причина снижения цен, то, что сокращение желающих жить в городе, а именно повышение цен, происходило в крупных городах, да, в последний год. А сейчас люди, увидев эту ситуацию, да, и, скажем так, ситуацию заключения, да, в каком-то смысле, да, и так как в городах нет участков свободных для строительства или покупки жилых домов, там, в коттедже, там, да, для проживания семьи, то, конечно, многие хотят переехать за город. Далее, принудительные продажи. Могу сказать, что на сегодняшний момент еще нет ни одной принудительной продажи, вот, мне не встретилось, то есть еще никто мне не позвонил и не прислал какой-либо объект и сказал, мне нужно срочно его продать, мне срочно нужны деньги. То есть на данный момент это еще не началось, то есть на данный момент у нас ситуация охлаждения инвестиционной активности, да, и действительно, что спрос упал где-то по некоторым статистикам на 30, по некоторым статистикам 37 процентов, да, от 30 до 30, ну, скажем так, на одну треть гарантированно, да, спрос упал. Ну, именно принудительных продаж еще пока не последовало, держится, да, то есть предприятие у многих за последние годы и годы как раз очень положительного экономического развития в Германии сформировалась определенная подушка безопасности. А можно эти причины еще раз высветить? Да, хорошо, да, порядок, будем перечислять, пожалуйста, конечно. Да, хорошо, спасибо, да, дальше, проблема на стройках из-за нехватки материала и персонала, я с этим полностью согласна, потому что действительно сейчас многие стройки встали из-за того, что рабочие не могут элементарно приехать на рабочее место, так как они из Чехии, сейчас, кстати, Чехия открыла граница, из Румынии, да, и других стран, и нету материалов, то есть также это отразилось, кстати, и на логистику, то есть мы говорили о том, что логистика переживает определенный бум, но сейчас логистика столкнулась с той ситуацией, что контейнеры с грузов не приходят, да, и это, конечно, отражается на стройке и снижение спроса, да, но снижение спроса, это понятно, как мы сказали, да. Скажи, пожалуйста, а вот эти пять причин снижения цен, это скорее все-таки прогноз, почему цены будут снижаться, есть ли какое-то понимание, когда, в какие сроки это будет происходить? Да, ну, срок, кстати, вот сроки, это имеется в виду 2020 год, да, насколько, да, то есть империка, кстати, говорит, что их прогноз около, до 20%, вот так, да, если считать другие прогнозы, то они, есть сравнение, конечно же, с кризисом 2008 года, оно присутствует, тогда цены упали на 17%, или до 17%, опять же, кризис 2008 года отразился в Германии не на всех сегментах рынка недвижимости, и я об этом очень много в последние годы говорила, да, и как раз это был один из аргументов, почему нужно инвестировать именно в Германию, да, что она кризисоустойчивая страна. И сейчас говорится о том, что некоторые прогнозы говорят 12%, да, то есть тоже достаточно, это, кстати, институт экономического развития в Кельне, да, вот этот прогноз делает, это тоже очень весомый источник, который вот говорит о таком развитии рынка. Но многие, многие, опять же, склоняются к тому, что с 2021 года ситуация стабилизируется. С 2021? Да. То есть вот эти факторы, о которых ты сказала, они будут влиять, 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 и в какой-то, но в какой-то момент, ну, мы окажемся вот в некой там низшей точке, после которой начнется вот, ну, там плавный или неплавный рост. Да, да, да. То есть сейчас в апреле, да, проходили сделки, которые были запланированы заранее. И вот проведение сделок, оно на самом деле очень ограничено на практике. Я не хочу сказать, что нотариаты закрыты. Нет, нотариаты работают, все замечательно, сделки проводить можно. Но если брать профессиональных инвесторов, то ни один профессиональный инвестор не будет покупать объект недвижимости, если он не сделает так называемый due diligence, да, то есть оценку, проверку, заключение, скажем так, объекта недвижимости не получит. А тут у нас проблема. Смотри, но означает ли это, во-первых, ну, due diligence кто-то мог сделать уже, ну, заранее, да, по крайней мере, если мы говорим о тех объектах, которые там было интересно покупать, и которыми инвестор заинтересовался, там, скажем, полгода назад. А во-вторых, ну, говорят, что вот очного присутствия, в общем, ненужное. Или ты имеешь в виду, что часть due diligence, даже если ты сам не приехал, все равно невозможно реализовать. Ну, да, то есть действительно 99% оценочной работы, да, и оценочного заключения можно сделать удаленно. И это делается, и делалось раньше удаленно, потому что это работа, которая делается за столом, да, и в офисе. Но есть один процент, и он является обязательным условием. Это посещение объекта недвижимости. То есть тот человек, который делает оценку объекта недвижимости, не может ее сделать. Это прописано в правилах и в кодексе оценщика по недвижимости, не посетив объект. А с этим у нас сейчас ограничение. То есть я реально, если мне дают объект оценить в Франкфурте, я не могу туда выехать. Ну, хорошо, в Берлине я могу выехать, у меня там есть прописка вторая, да, то есть у меня вторая возможность туда поехать. Но, например, в другие города я не могу на данный момент поехать. И, соответственно, из-за этого сделки тоже встали. Я не единственный оценщик по недвижимости, который столкнулся с этими сложностями. Окей, да, я хочу напомнить, что у нас, во-первых, работает чат. Хочу попросить, чтобы в чате опубликовали контакты Ольги, потому что, ну, ведь у нас был сбой, чтобы если кто-то заинтересован просто связаться, пообщаться после, пожалуйста, мог бы это сделать. Оль, давай на секунду прервемся еще. Вот вопрос здесь пришел от одного из зрителей наших. Сейчас, секунду, одну. Звучит он следующим образом. Люди живут в Саксонии и в начале года стали искать новостройку, жилую площадь, ну, жилую новостройку для аренды. Их удивила высокая цена. Пару лет назад было 5-7 евро, сегодня минимальная 7-9 евро за квадрат. С чем это связано и можно ли надеяться, что цены на аренду все-таки пойдут вниз? Цены на аренду – это немножко вообще другая история, да. И на примере Берлина мы увидели, что можно законодательным путем снизить цены на аренду. Было много критики. Берлин сказал, что, да, санкций в этом году за нарушение этого закона не будет. Но все равно вот этот процесс запущен. И еще нету решения Конституционного суда, который бы сказал, что это действие было не противоречащей Конституции или основного закона Германии. Сейчас это тестируется, это своеобразный тест, да, тестируется на Берлине. Если это сработает, и в результате этого все-таки Конституционным судом будет принято решение, что это действующий инструмент, да, то, конечно, он будет переноситься и на другие регионы. Так как на сегодняшний момент 9% арендаторов жилой недвижимости не могут выплачивать аренду. Конечно, идут дотации государственные. Есть там определенные там социальные, да, кассы, которые оплачивают и доплачивают, да, арендаторам, чтобы они могли платить за аренду. Но государство не будет вечно платить за аренду, да. Поэтому, конечно, это будет использовано, да. И я думаю, что какие-то ограничения, связанные с арендой, да, в ближайшие годы, я не хочу сказать, что в этом году, в этом году, нет, в этом году, скорее всего, это будут дотации. Потому что эти законопроекты, их нужно разработать все-таки, да, и нужно дойти время на них тоже. Политики и так уже сейчас работают круглосуточно, да. И поэтому на данный момент, то есть, нет, а в ближайшее время, конечно же, это будет и переложено частично на плечи арендодателей. Окей. Давай дальше, если мы говорим об оценке, значит, у нас помимо пяти причин для снижения цен, и, в общем, ну, можно сделать вывод, что цены все-таки каким-то образом снижаться будут, есть история, что это, скорее всего, до конца года. Мы все-таки говорим отдельно о том, что есть и причины для стабилизации. Да. Рынка, давай несколько слов об этом. Почему та же самая государственная структура, структура, работающая на государство, предполагает, что в Германии вот так будут обстоять дела? Ну, да, тот же вот институт империи называет и пять причин для быстрой стабилизации. То есть они говорят о том, что ставки по финансированию все-таки в общем и целом будут снижаться. То есть, видимо, временное только повышение ставок по финансированию ожидается. И то в сегментах предприятий, и, как я сказала, то есть не затрагивающий рынок недвижимости, а вот именно по финансированию объектов недвижимости, по мнению империи, когда будет льготным, как и ранее. Далее. Повышенная миграция из других стран после открытия границ. То есть предполагается, что многие действительно переедут в Германию из той же Англии, из предграничных европейских стран, именно в Германию, для того, чтобы они могли работать, для того, чтобы они видели, что государство о них заботится, и они видят, что медицинская система здесь работает, да, что она здоровая. Я не хочу там ее никак ни в коем случае критиковать, да, то есть не какую-то свою точку зрения высказывает по поводу, но в общем и целом медицинская система в Германии справляется с ситуацией наилучшим образом. Да. Ну, и еще три причины, да, тогда я назову. Это прекращение принудительных продаж, которые могут возникнуть в 2020 году, продолжение проблем на стройках, то есть, видимо, вот эти проблемы, да, на стройках, которые существуют особенно с материалом, они, скорее всего, будут продолжаться, по мнению империка, да, и также наличие капитала на рынке. То есть на данные, вот если, это вот, наверное, основной критерий, вот наличие достаточного капитала на рынке. То есть если сравнивать с 2008-2009 годом, то сегодня на рынке намного больше денег, чем это было тогда. Поэтому, а деньги нужно все равно куда-то вкладывать, деньги должны работать, да, и поэтому спрос на рынке будет намного выше предложений. То есть количество предложений еще, соответственно, сократится, в связи с тем, что будет меньше строиться в 2020 году объектов новых, да, а последние годы рынок Германии жил именно за счет новостроек. И, соответственно, спрос будет очень высокий, и поэтому... Скажи, пожалуйста, твое ощущение, спрос все-таки, он уменьшится или нет? Ну, на данный момент выдерживает... Если да, то на что? Вот, ну, хорошо, все равно предложение за счет появления новых объектов, оно с большой вероятностью сократится. А спрос, вот, и что вообще говорят те спрашивающие, да, спрашивающие готовы? Ну, если статистику брать, да, то спрос уменьшился на торговую недвижимость в определенных сегментах, да, не берем, соответственно, продукты питания. Спрос уменьшился на отеле, на офисные здания, где-то чуть-чуть говорят, что чуть вырос, где-то он стабилен, да, и вырос спрос на логистику, то есть клады и логистические пункты. Вот, я хотела бы тут сказать, то есть на самом... Вот на прошлой неделе, да, общалась с собственником одного отеля, он сейчас продает свой отель, он продает его по той же цене, как это было до кризиса, да, и именно за счет месторасположения, очень удачного месторасположения его объекта, у него есть на сегодня покупатели, которые готовы сегодня, да, в этих условиях приобрести этот объект. Нужно понимать, что сделка будет... Осуществление сделки, да, и оно будет по времени немного дольше длиться, чем это было, потому что процессы замедлились, да, и в связи с этим, то есть уже такой быстроты, такого темпа, как это было до кризиса, его нет. То есть в Германии и так она всегда была очень медленная, да, а тут еще ее еще больше замедлили, но все равно шансы на то, чтобы эта сделка осуществилась, очень высокие. То есть даже, я не хочу сказать, что отельный бизнес стал полностью... Нет, он встал, сократилось количество спроса на 50 приблизительно процентов, но это не значит, что он сократился полностью. Уточнение от нашего зрителя пришел вопрос. Ну, мир оценки, он же, в общем, такой в Германии довольно прозрачный, можно предположить. Если перед тобой стоит задача провести оценку какого-то объекта во Франкфурте, ты же всегда можешь обратиться к коллеге, или вот он, ты сейчас находишься в Саксонии, ты в Саксонии сейчас можешь сделать оценку или даже это трудно? В Саксонии могу, да, в Саксонии могу. Обратиться к коллеге это сложно, потому что мне его тогда нужно брать в проект, и, соответственно, он должен внести ответственность за этот проект в том числе. Это, ну, не совсем, не всегда приветствуется, наверное, ну... То есть теоретически это возможно, практически... То есть я не смогу поставить свою подпись под оценкой другого оценщика недвижимости. То есть я все-таки своим отчетом, да, я гарантирую, что я гарантирую этот результат и гарантирую то, что там написано. То есть я все равно не знаю, как оценивает оценщик другой. У него есть какие-то свои принципы, у каждого есть свои какие-то особенности, да. И я не могу вот именно как оценщик положиться. Но я могу, например, в другом случае использовать коллег во Франкфурте для посещения объектов недвижимости. И на самом деле сейчас 37% профессиональных инвесторов готовы купить объект на основании видеопосещения так называемого. То есть это когда с видеокамеры проходятся по всему объекту, оценщики как раз очень хорошо знают, на что нужно обратить внимание, да, плюсы и минусы показать. Они очень хорошо умеют, объясняют и показывают, как это делать, их учат этому, да. И, соответственно, они могут очень качественно сделать видеопосещение. И на основании видеопосещения можно приобрести объект недвижимости. И, конечно, сделав юридическое due diligence, да, может быть, найти кого-то, кто сделает технический due diligence в регионе, да. И на основании этого уже можно приобретать объект недвижимости. И, соответственно, можно какие-то тоже заключения делать удаленно. Но именно оценку недвижимости удаленно сделать нельзя. Покупку недвижимости удаленно сделать можно. А оценку нет. Но она не всегда нужна, да, оценка недвижимости. Потому что это, в конечном счете, решение покупателя, готов он по этой цене купить объект недвижимости или нет. Окей, пошли вопросы. Давай мы с тобой будем параллельно отвечать, а потом уже вернемся к основной линии нашей дискуссии. Ну, вот только что Елена задала вопрос. Снижение цен на жилые дома в северном районе Вестфалии. Ну, конкретно о регионах уже пошла речь. Есть ли смысл подождать снижение цен до конца года? Ну, вот исходя из того, что ты сказала, что до конца года возможно некое все-таки снижение на какие-то объекты возможно, а вот потом наступит стабилизация. Так вот, конкретный пример. Самый промышленно развитый регион Германии – жилые дома. Да, и самый непослушный, кстати, регион Германии. Непослушный? Да, но они меньше всего выполняют требования, которые диктует правительство. Хорошо. Жилые объекты неизвестны, что тут нужно понимать. Речь идет о доходных домах. Если это вторичка, да, а не первичные, то есть новостройки, то, скорее всего, снижение будет небольшое, да, оно будет минимальное. Может быть, будут какие-то принудительные продажи, их можно вылавливать, да, но это будут точечные предложения. Вот именно снижение цен в сегменте жилой недвижимости будет наблюдаться в новостройках. Потому что сегодня не так много, на самом деле, покупателей, которые готовы купить квартиру в кредит, не зная, что будет с их рабочим местом, да, через год, через два. То есть мы это с вами обсуждаем, мы здравом мыслим, да, назовем так. А есть же люди, которые все-таки со своей колокольной эту ситуацию рассматривают, и у них есть определенные страхи и опасения. И поэтому, наверное, мало кто или, скажем так, меньшее количество людей захочет входить в долгосрочную кредитную историю, да. Это мы говорим не о инвесторах, да, то есть это мы о потребителях, о конечных потребителях говорим. Они, скорее всего, конечные потребители, сегодня не захотят в долгосрочную историю входить. То есть будет меньше новостроек, будет, соответственно, снижаться, да, цены именно вот в этом сегменте. Ты сейчас говоришь именно про вот конкретно Северный Рейн-Вестфалия, или это, по большому счету, ведь универсальная история про все регионы Германии? Это универсальная история, но именно Северный Рейн-Вестфалия, она, конечно, самая густонаселенная. Там проблема с жильем, она самая, наверное, острая. Вопросы про... до этого был вопрос про два других региона, ну, с которыми ты тоже работаешь. Бавария, Мюнхен и окрестности, что можно сказать здесь? И окрестности Берлина. Ну, тут еще есть такой общий вопрос, как рассчитать инвестиции в ближайшие 10 лет, но давай сначала вот просто про Баварию. Это уже на платную консультацию тебя, я скажу. Мы что-то, я думаю, сказать, что-то уж бесплатно поведаем, не будем жестокими людьми. Значит, давай конкретно, чем отличаются в данном случае, например, Бавария и окрестности Берлина от Северной Рейн-Вестфалии, или это в основном топ регионов в данном случае? Ну, конечно, сейчас сказать, чем отличается Бавария от Северной Рейн-Вестфалии, очень тяжело, потому что еще нет статистики, как я сказала. Сейчас я могу только сказать, что в Баварии количество заболевших намного больше, чем в Северной Рейн-Вестфалии. И экономика в Баварии, соответственно, пострадала тоже намного больше. Но общая ситуация по Германии – это то, что 80% предприятий затронуты до сложившейся ситуации. Вот, поэтому вот именно как регионально будут, как конкретно какой рынок развиваться, я, наверное, не готова дать свои прогнозы и заключения. То есть рынок в Баварии был намного больше перегрев, чем, например, в Северной Рейн-Вестфалии. Это может привести к тому, что там будет более значительное снижение цен. Но опять же, то есть это снижение цен к возвращению к здоровой ситуации. Вот о чем я говорила на прошлом вебинаре, и много говорю об этом, это то, что снижение цен – это не обязательно связано с вот этим заболеванием. Это связано с тем, что это должно было произойти. В любом случае, так или иначе, в 2020, самое позднее, в 2021 году, это должно было произойти. И вполне возможно, что если бы не эта ситуация, то, может быть, тогда у нас, например, евро обесценилось бы или еще что-то, да, причем не исключено, что это еще произойдет. Вот. То есть что-то бы все равно к этому привело. И так как рынок в Баварии был менее здоров, чем в Северной Рейн-Вестфалии, то вполне возможно, что там будет больше снижение цен. Но, опять же, это все, все в таких на 1%, на 2%, это все в таких достаточно минимальных дозах. Ну вот, понятно, что сейчас давать какой-то прогноз, может быть, даже на 10 лет, вот о чем просчитать на 10 лет, будет нам довольно тяжело сейчас. Но давай я немножко переформулирую вопрос. Мне кажется, в такой формулировке он имеет более-менее, можно дать какой-то более-менее лаконичный ответ. Вот для тебя, как для оценщика и для инвестора вообще, случившееся, или, вернее, происходящее в мире и в Германии в частности, может заставить пересмотреть какие-то основополагающие принципы инвестирования, в том числе в немецкую недвижимость. То есть, вот показал ли или показывает ли текущий кризис, что какие-то прогнозы и какие-то предположения, исходя из которых осуществлялись инвестиции на ближайшие 10 лет, сейчас надо кардинальным образом пересматривать. Ну, у меня такого осознания не произошло, а наоборот, произошло осознание другого плана, что все мои предположения, да, они получили подтверждение в этом, да, то есть кризис как бы проявил, да, стал, ну, показал, да, именно… Он показал слабые места, и также он показал сильные места. И вот те сильные места, которые были для меня ранее, они подтвердились. И я еще хочу вот одну мысль сказать, что она достаточно важная. Когда покупается инвестиционный объект недвижимости, вот вопрос, на самом деле, очень грамотный, на 10 лет. То есть это минимальный период планирования инвестиций. А вообще лучше на 20 и 30 лет планировать инвестицию. И если мы планируем инвестицию на 20-30 лет, то вот эта сегодняшняя ситуация – это временное явление. Причем этот временной период достаточно короткий. И он на общие инвестиции не отразится никак. Да, то есть от этого инвестиция в немецкую недвижимость хуже или нестабильнее, или рискованнее не станет. А наоборот, показано, что жилая недвижимость, она очень перспективная, именно доходная жилая недвижимость. Она офисная недвижимость. Как и ранее, то есть инвестиции в офисную недвижимость, они были очень надежные, они также продолжают быть надежными. Самая надежная жилая, она как была, так и остается. Потом у нас показалось, что продукты питания, магазины продуктов питания, вот то, что мои клиенты всегда говорили, кушать хочется всегда, поэтому я хочу купить именно магазин. И все мои аргументы, которые я говорила, ну, все-таки там срок продолжительности эксплуатации здания не такой высокий, да. Посмотрите, подумайте, да. Ну, мне важно показать слабые стороны, а также инвестиции, да, чтобы принять грамотное решение. Поэтому я обращаю на это внимание в том числе. Они не слушались, потому что есть у инвесторов понимание, что кушать хочется всегда, жить так же где-то всегда нужно. Поэтому эти сигналы как были востребованы, так и будут. А про логистику я говорила, я, наверное, одна из первых заявила еще 6 лет назад о том, что рынок логистики будет развиваться, и у меня есть инвесторы, которые меня послушались, и которые очень успешны сегодня, потому что они тогда уже закупили земли на строительство логистических зданий. Оль, давай продолжим отвечать на вопросы. С вопроса от Бориса. В Северной Рейн-Вестфалии в Эссене есть площадка по строительству жилого дома уже даже с разрешением. Что сейчас делать? Ждать полгода или начинать строительство прямо сейчас? Понятно, что, возможно, есть очень много «если», но тем не менее. Вообще, на что сейчас реально начать строительство? То есть опасения постройки, я сказала, то есть это нехватка рабочей силы и нехватка материалов строительных. То есть если этих рисков нету в данном конкретном случае, то стройку можно начинать. Почему? Потому что стройка, она длится определенный период. Это где-то 2,5, да, ну, в зависимости от проекта. Я его не знаю, да, конкретно, поэтому так и я предполагаю. А у кризиса, то есть вот у этого провала, скажем так, сегодняшнего, точно такой же временной период. То есть к моменту окончания кризиса вы, соответственно, закончите свой строительный объект и будете еще на рынке в очень комфортной ситуации находиться, потому что будет мало конкурентов, так как многие все-таки остановят свою стройку. Но и тут еще нужно смотреть, на кого вы рассчитываете, то есть кто ваш конечный покупатель. Да, тут мне тоже неизвестно, поэтому. Полную консультацию не могу дать. Ну, высли о будущем. Собственно, окей. Ну, странный немножечко вопрос. Я думаю, что я даже, может, на него отвечу одним словом, а ты ответьшь чуть более подробно. Вопрос по Баденбюртенбергу. И бывают ли инвестиционные проекты с реальной доходностью больше нуля процентов? Думаю, да. Ну, тут, наверное, считается доходность на вложенный капитал. Действительно, в Германии, ну, не в Германии, в мире, я насчитала свое время, да, прям считала, сколько, порядка 20 методов подсчета рентабельности или доходности, которые приняты, да, то есть это не какие-то выдуманные истории. Поэтому тут, конечно, вопрос, а как считать, да? Окей, хорошо. Давай тогда вот с тобой все-таки о чем поговорим. Активно, ну, твоя компания занимается доходной и часто коммерческой недвижимостью. И вот вопрос, то, с чего ты начала, что совершить удаленно сделку сейчас, ну, что-то можно сделать, а с чего-то сделать нельзя, да? Например, как ты сказала, с оценкой есть объективные трудности. И, как я понимаю, основная проблема-то даже не в том, что ты чего-то сделать не можешь, не можешь. Может быть, ты все можешь сделать, но просто сейчас у тебя это займет, там, полгода, а через три месяца у тебя это займет три месяца, да? И, то есть, условно говоря, процесс в итоге закончится в одни и те же сроки. Можно ли так сказать? Ну, как-то так. То есть, по поводу оценки, там есть одно единственное ограничение, это то, что нельзя посетить на данный момент объект недвижимости. Да, конечно, вот, да, и то, что сами сделки, они будут... Ну, спешки нет сейчас, да, то есть особой спешки нет, поэтому сделки будут проходить более длительный... Или проходят более длительный период, чем это было ранее. Но тут еще и другой фактор, да, на самом деле у многих появилось больше времени, да, или сократилось количество чекучки. Поэтому вполне возможно, что кто-то сейчас может и более качественно сконцентрироваться на сопровождении сделки, чем это было ранее. Окей. Я попрошу в чате опубликовать ссылку, думаю, что многим зрителям будет интересно, на наш совместный проект, который мы сейчас продолжаем осуществлять, выкладывать отдельные серии. Это 25 серий, ну, по сути, такой небольшой учебник. А кто-то сейчас вышла уже серия, кстати, интересная. Ты даже не следила. Недавно вышло 15-е. Недавно вышло 15-е, так что, в общем, где-то к концу весны, да, к концу весны, к началу лета, к открытию границ-то уж точно проект уже будет окончательно обретет всю свою стройность. И тогда такой вопрос у меня есть к тебе. Но а как, например, сейчас быть тем, кто рассматривает не просто там покупку объекта, да, а может быть, открытие или покупку некоего ООО или ГМБХ, то есть вот насколько эти процессы сейчас в Германии можно осуществить, или все-таки тоже лучше подождать просто потому, что очень много, ну, суеты какой-то ненужной, которой не будет через месяц-другой? Не всегда есть возможность ждать, да, потому что если, например, объект может уйти и он нравится, да, или это действительно какая-то принудительная продажа, то его нужно ловить здесь и сейчас. И пользоваться этим случаем и покупать его. И именно в таких случаях, конечно, дистанционная покупка вам в помощь. Она возможна. Нотариусы в Германии работают, да, там у них есть тоже там дезинфекционные средства, они должны выдерживать расстояние между сидящими, но это все возможно. Если у вас уже ГМБХ открыто было ранее, тогда вопросов вообще нет, потому что у вас, скорее всего, есть представитель в Германии, это или прокурорист, или директор, который может ваши интересы представлять. Если же этого нет, то ГМБХ можно открыть и на расстоянии, да, по доверенности. И все необходимые заявления сделать или в нотариате, или в консульстве Германии, в посольстве Германии. И, соответственно, их заверить соответствующим образом и передать нотариусу. То есть это все возможно. Также возможно сделать по-другому. Можно провести сделку в Германии, а потом ее заверить в посольстве. То есть как бы это называется заключение сделки через поручителя без доверенности. То есть поручитель идет, заключает сделку без доверенности. То есть даже доверенности не нужно. И потом в посольстве или в консульстве Германии делается заявление, что да, я согласен с этой сделкой, я ее одобряю. То есть такого рода одобрение. Это такой формы я нигде больше не встречала, только в Германии. Она присутствует, то есть это возможно. И все переводы, соответственно, тоже можно. То есть постелирование, это все работает. Почта хуже работать стала. У нас, да, у нас письмо, например, по одной сделке, казалось бы, в Вену, да, в Вену, что тут в Вену? Она совсем недалеко, да, и граничит с нами. Две недели шло. Да, конечно, ранее это было два-три дня. И, соответственно, там письмо от Натриата оттуда идет так же две недели. То есть у нас уже сделка делается не в один день, а в четыре недели, то есть минимум, да. Вопрос. Ну, давай чуть-чуть еще коснемся. Ты несколько раз, и вначале мы говорили вот о истории принудительная продажа, да. В двух словах все-таки, давай, тем более вопросы есть. Что это такое и где найти вот объекты для принудительной продажи? Может, сайты какие-то есть? Если, тут действительно нужно понимать, обычно под принудительной продажей подразумевается недвижимость, которая выставляется на публичных аукционах при судах в регионе. Пока объект недвижимости дойдет до суда, пройдет определенное время и пройдет определенная процедура. Там тоже нужно сделать, там, кстати, тоже нужно сделать оценку объекта недвижимости для того, чтобы выставить при суде объект на аукционе. То есть мы временной период там от девяти месяцев и больше. То есть принудительной продажи в суда ранее, чем через девять месяцев, мы там новых объектов не увидим. Это будут еще старые объекты, которые были до кризисный период. А тут имеется в виду принудительная продажа, что продавец вынужден продать объект недвижимости, и он будет продаваться на всех известных, скажем так, онлайн и оффлайн способах продажи. Но если вы не следили за мной, то есть в Германии порталы по недвижимости. Это, например, Immobilien Scout 24, это Immobilist, Immunet. Это основные порталы по недвижимости. Но инвестиционных объектов там уже ждать не стоит, потому что все-таки инвестиционные объекты недвижимости, они в закрытых продажах. То есть они не попадают, или они очень редко попадают на такой портал. И если вы готовы, скажем так, продать объект с молотка и испортить его качество, или, скажем так, его достояние, стоимость его, то тогда выставляйте его в открытую продажу, и вы получите еще меньше денег, чем если бы вы смогли в открытую продажу. То есть получается, что выставляя объект совсем в открытую, я некоторым образом расписываюсь в том, что на закрытом рынке покупателя найти мне не удалось. Да, что никто из профессиональных инвесторов этот объект купить не хочет. Это, в принципе, такой вывод делается, да. Хорошо. Давай тогда коснемся еще все-таки вопроса, связанного не только с принудительными продажами. Сейчас, по крайней мере, я читаю новости наши российские. Там одна какая-то сеть закрылась, другая сеть объявляет себя банкротом. То есть появляются некие предложения, в очень-очень разных сегментах. Ну, я так не особо углублялся, трудно связать это с конкретными объектами недвижимости, да, потому что одно дело, там ты какую-то компанию продаешь, а другое дело, там, несколько торговых точек. Это разные вещи. Есть ли сейчас что-то подобное в Германии? Появляются ли банкроты? Появляются ли предложения, вот, когда человек просто, ну, вынужден или готов уже реально снижать цену, и для него принципиально важно осуществить сделку в кратчайшие сроки? Или все-таки это сейчас безумная редкость по-прежнему, ну, потому что там полтора-два месяца прошло с того момента, когда совсем уже кризис всех начал попусывать? Банкротств еще нет, их не наблюдается. Связано с тем, что, во-первых, было на законодательном уровне ослабление условий, ну, наличие которых обязывает подача заявлений на банкротство, да, то есть, соответственно, все могут пережить, да, вот этот период без угрозы, что они находятся... То есть, скажем так, условия для банкротства, может быть, они и выполнены, да, но ты не обязан подавать заявление на банкротство, как это было ранее. То есть это принято законодательным актом. И это одно, один момент. Второй момент – подушка безопасности, как я сказала, то есть она все-таки более высокая в Германии, чем в России. В России не было в последние годы все-таки много колебаний, это история с Крымом, санкции, это и курс рубля, евро, да. И, соответственно, то есть там нету такой в России подушки безопасности, то есть мы можем так... Многие только-только оклемались, да, от ситуации, которая была, и их опять накрыло. И, конечно, в России вполне возможно, что банкротства будет больше, чем в Германии. Плюс, как я сказала, дотации. Плюс, кстати, арендодатели не могут, арендаторов сейчас в этот период выселить из-за того, что не платится аренда. То есть это тоже, это все такие факторы, которые смягчают ситуацию. И в связи с этим, то есть еще в прессе я не читала о банкротствах. Что я читала, это то, что где-то прекратили выплачивать дивиденды, где-то сократили выплату дивидендов своим вкладчикам. То есть об этом идет речь. Но именно об банкротствах нет. Пока нет. Окей. Дорогие друзья, мы сейчас уже переходим к финальной части нашего общения. Я хочу просто проанонсировать мероприятие. На него прямой ссылки пока еще нет. Но мы до конца, в мае, где-то, видимо, в середине мая, с Ольгой проведем еще один вебинар. И посвящен он будет очень важному вопросу. То есть, на самом деле, участвовать в нем будет не только Ольга, но и профессиональная адвокат. Я говорю, это важный момент, что не только я. Да, не только Ольга. Мы будем говорить о работе и о переезде в Германию. О переезде в Германию для инвесторов, о том, как это в реальности происходит, о том, какие здесь сейчас есть возможности, и о том, очень много изменений. Мы, кстати, делали не так давно материал, посвященный работе в Германии. В начале марта он вышел. Я думаю, что, может быть, ссылочку на вот этот материал, я думаю, сейчас коллеги мои разместят в чате, потому что там в начале марта был принят довольно резонансный закон. Интересно профессиональным адвокатам будет обсудить, а что вообще сейчас на практике происходит, учитывая, что как только закон приняли, так и кризис грохнулся. Очень в каком-то смысле не вовремя. В любом случае, следите за нашими объявлениями, страница Prean.ru Events. Об этом сказали. Вопрос идет дальше. Слушай, Светлана назвала его не совсем корректным, хотя, по-моему, вполне корректный вопрос, хотя и общий, безусловно. Как бы ты определила для себя разумную сумму для инвестиций в недвижимость Германии, как жилой, так и коммерческой? Понятное дело, общий вопрос, но когда общаешься с экспертом, очень часто за общим вопросом можно получить очень дельный. Ну, да, на самом деле, Явы, вот Явы, да, на месте российского именно инвестора, да, инвестировала от 30 до 40% своих активов именно в недвижимость надежной страны, и для меня это Германия в первую очередь, да. Далее это могут быть другие виды инвестиций, в зависимости от инвестиционной стратегии и вообще особенностей и нюансов конкретного инвестора, да. И вот сейчас, кстати, я даже здесь скажу, что набирает тренд еще так называемые зеленые инвестиции, которыми мы тоже занимаемся, потому что на сегодняшний момент от 5 до 10% портфеля современного инвестора составляют именно зеленые инвестиции. Это что? А, это инвестиции в экосырье, которые, кстати, тоже защищены недвижимым активом, землей. Очень интересно. Это не... Да-да-да, но это не кризисное явление, это уже последние несколько лет, я так понимаю. Ну, так, континентация. Я так не отразился на этой инвестиции, потому что даже, может быть, наоборот, то, что сейчас люди, которые хранили, да, это даже не профессиональные инвесторы, а частные владельцы капитала, которые привыкли хранить деньги на счетах, они... У них какие-то появились новые опасения за сохранение этого капитала. Плюс еще же в России ввели налог, да, на прибыль со вкладов. Это стимулирует к тому, что они начинают задумываться, куда бы им вложиться. Недвижимость – это так еще достаточно серьезное решение. А вот экоинвестиции, которые гарантированно имеют доход, и эко-сырье, то есть сырье будущего, многие, кстати, сейчас готовы, да, и мы видим увеличение инвестиционной активности именно в этом направлении. Дорогие друзья, мы еще, наверное, минут 5-10 будем общаться, поэтому, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Я обращаюсь к нашему зрителю. Вы написали вопрос про сравнение экологичность объектов в Европе, и в других странах ЕС, про новостные многоэтажки. В обязательном порядке директивы строительного энергетического класса А и выше. В Германии множество новостроек класса Б. Обязательно ли новость для такого класса? Я, простите, не очень понял вопроса. Если можно, уточните, что вы имеете в виду. Оль, ну давай тогда вот вернемся к началу, потому что у нас оно получилось, к сожалению, по технической причине немножко скомканное, а там на самом деле были очень важные вещи. То, что волнует сейчас реальный инвестор. Покупать сейчас или чуть-чуть подождать. Если подождать, то подождать по какой причине, и как будет развиваться ситуация на рынке недвижимости Германии. Сейчас есть, во-первых, цифры, которые ты называла, что 40%, 37% инвесторов не собираются останавливать свою активность, если я правильно понял. Часть, ну, в силу тех или иных причин, все-таки ее... Подожди, означает это, что остальные там 60 с лишним задумываются пока? Или это не совсем так? Две трети не остановили инвестиционную активность, и порядка одной пятой, то есть 20% как раз это такие охотники, которые ждут легкой добычи, да. Это вот как вот есть охотники на скидки в магазинах, также есть охотники на скидки на рынках недвижимости. Они прямо сидят в ожидании, чтобы схватить какой-то объект, выгодно его купить и дожать продавца за счет сложившейся ситуации. А, кстати, вот по поводу вышесказанного вопроса, это, наверное, вопрос энергоэффективности. И в Германии очень жесткие нормы по соблюдению норм энергоэффективности. Есть определенные дотации, которые дополняются и при новостройках на самом деле очень часто используются. Но это ведет к значительному дорожанию строительства, которое и так на данный момент очень высоко. И так как рентабельность Германии сегодня низкая, то берется золотая середина, то есть часть норм выполняется, то есть на 60% от 100% выполняется норма энергоэффективности, которая допустима, кстати, это законом, естественно, допустима, но не берется совсем этот green building, этого не делается, потому что это очень дорогостоящая история, и она как раз выводит рентабельность в ноль. Может быть, это, кстати, вопрос от того же инвестора. Оль, такой вопрос. Просят ссылку на информацию по зеленым инвестициям, но вот у нас на приане таких статей в последнее время я не припомню. Я бы предлагал, Татьяна, поступить вам следующим образом. Вы можете просто напрямую Ольге написать, контакты есть, если эта информация интересна, насколько я понимаю, ну, правильно здесь, может быть, поговорить в частном порядке, о каких инвестициях идет речь. Да, на самом деле эта информация была закрыта, то есть особо публично я о ней нигде не заявляла, кроме как если там в каких-то социальных сетях, да, потому что это был такой бонус для наших постоянных клиентов, что мы им делали это предложение, оно было достаточно эксклюзивное. Но сейчас мы приняли решение, что мы готовы выйти с этим предложением не только за пределы наших ресурсов или возможностей. Вопрос по охотникам. Вот ты сейчас сказала, что процентов 20 – это охотники, да, которые те, кто ищут объекты, которые в силу тех или иных причин, может быть, в силу ситуации собственника, может быть, в силу просто какой-то экономической ситуации в конкретном регионе, могут оказаться гораздо более привлекательными по цене или по условиям покупки, чем несколько месяцев назад. Вот, вопрос на самом-то деле такой. А вот все-таки это профессиональные ведь охотники? То есть, ну, вот что делать человеку, который является настоящим, таким начинающим инвестором? Ему сейчас не имеет смысл чего-то ждать, такого особенного, какого-то точечного предложения? Или все-таки немецкий рынок не такой? Тут если ты зайдешь без какой-то подготовки или без какого-то партнера, то ты вряд ли в ближайшие даже полгода что-то словишь хорошее. Смотри, то есть, если говорить об охотниках, то действительно это не обязательно по цене, да, это правильно подметил, это может быть по региону. Например, последние два года очень тяжело было в городах Большой Семерки купить достойное и оплачиваемое предложение, то есть там многие инвесторы вообще ушли из этих регионов в города Б и С, потому что они сказали, в городах категории А мы по этим ценам покупать из принципа не будем. И они сейчас будут в эти регионы возвращаться, так как там, скорее всего, будет какая-то активность, какие-то предложения поступать. Вот, если говорить о наших инвесторах, то надо понимать, что сейчас 85% инвесторов на рынке – это немцы. Это 85%. Их было в прошлом году 65%. Ну, 60, да, вот материал был. Да, 60. Сейчас, на сегодняшний момент, 85%. То есть 15% остается для иностранных инвесторов. И если вы будете сидеть и ждать, что вам кто-то что-то предложит на блюдечке с голубой колоремочкой, этого не произойдет. Вам нужно быть самим активным. И вам обязательно нужен консультант и специалист, который может вам помочь в этом, да, именно поймать этот объект, потому что своими силами вы, скорее всего, не сможете этого сделать. Так как для продажи объекта, я говорила, что для продажи одного объекта достаточно сделать там три звонка обычно, да. Но даже, хорошо, рассылку по базе достаточно сделать, чтобы продать объект недвижимости, хороший объект недвижимости, да. И, соответственно, вы в этой рассылке не окажетесь. Потому что для того, чтобы вы в этой рассылке оказались, вы должны быть уже опытным, профессиональным инвестором и должны это подтвердить делом, не только словами, а делом, что у вас уже есть объекты, что у вас есть деньги, да. То есть это, естественно, то есть именем, да, какой-то репутацией вы чем-то должны это подтвердить. А у вас такой возможности не будет. Поэтому без консультанта и без посторонней помощи поймать объект недвижимости утопия, с моей точки зрения. Окей. Я еще раз вот хочу обратиться к нашим зрителям. Дорогие друзья, мы, безусловно, по итогам вебинара пришлем полную информацию о том, что тут у нас происходило, напоминание, будет видеоотчет, будет краткий материал. Но что касается зеленых инвестиций, все-таки рекомендую, напишите Ольге напрямую, ну, потому что в массовую рассылку мы эти предложения включать точно не будем. Просто... В союзе физико. Вопросы Татьяны, ну, уже, по сути, они с одной стороны общие, но с другой стороны... Оль, кому как не тебе тогда на них отвечать? Все-таки... Я готова. Любой вопрос. Я говорю, самые выгодные инвестиции в недвижимость, и в какую. Вот то, о чем мы с тобой говорили, вот где тот сегмент, который сейчас... Если мы о Германии говорим, как о стране стабильной и надежной, то где тот сегмент, который дает стабильность и надежность? Вот даже в этих условиях. То есть что искать? С помощью консультанта, не с помощью консультанта, но все равно. Место, регион, цена... Вот какие-то базовые параметры. Тут, конечно, у меня есть перечень вопросов, которые обычно задают инвестору, касающиеся его инвестиционных целей. И не зная, не понимая инвестиционных целей, мне тяжело ответить на этот вопрос, потому что общих каких-то сценариев или рецептов нет. Но тут я бы, наверное, сказала, что вот те закрытые для многих регионы, ввиду своей дороговизны в последние годы, они сейчас будут открываться для нас. И я бы, наверное, ориентировалась все-таки на города Большой Семерки. Это у нас Берлин, Мюнхен, Гамбург, Кёльн, Дюссельдорф, Штургард. Франкфург? Франкфург, да. Попробовать там. Что попробовать? Тут ты говорила... Это более выгодные предложения. Нет, ты просто говорила, что, например, доходные дома и вообще жилье, это более стабильно. Большая Семерка? Да, я об этом сказала. То есть, конечно, жилье – это самое стабильное. Логистика сейчас будет набирать стоимость, да, и она будет востребована, но с логистикой какая история. Там очень короткий срок эксплуатации здания, то есть он еще ниже, чем в торговой недвижимости. Поэтому тут не разобравшись вообще вот в целях, задачах инвесторов, когда будет выход, на чем хочется заработать, сколько хочется заработать, какие первостепенные цели, да, будет ли финансирование, не будет финансирование, и так далее, я не смогу. Я могу предложить Татьяне воспользоваться возможностями получить у меня индивидуальную консультацию, которая бесплатна, то есть даром, как говорят. Моя первая консультация всегда, она бесплатная. Поэтому воспользуйтесь этим, обратитесь к нам, и я уже на основании вашего запроса сделаю какое-то предложение по инвестиции. Потому что так вот общее говорить я не люблю. Я конкретик все-таки. Ну, Оля, и тогда уже все-таки в завершении то, о чем ты говорила в самом начале. Вот очень мало мы сейчас по объективным причинам, никого осуждать за это нельзя, слышим таких конкретных прогнозов, потому что по-прежнему очень много неизвестных, очень много неизвестных. И по-прежнему мы понимаем, что мир столкнулся с ситуацией, с которой никогда прежде в таком объеме не сталкивался. То есть причина и возможные следствия, они находятся далеко от наших мозгов очень часто. Но, что ты сказала в самом начале, вот это, ну, очень важная информация, по сути, компании, которая готова работать, которая работает с немецким правительством, она сделала прогноз о том, как будет развиваться немецкий рынок недвижимости по двум основным параметрам. Когда все будет дешеветь, ну, и там есть даже некоторые параметры примерно, каких можно ожидать в падении цен, и когда история будет восстанавливаться. Давай просто еще несколько раз выводы это сделаем, а я еще раз покажу эти два кадра, которые мы подготовили к этой презентации, с тем, чтобы... Понятно, что это тоже не стопроцентная гарантия, но, по крайней мере, это то, чего можно отталкиваться, исходя из своих инвестиционных планов. По крайней мере, большинство прогнозов «Империка», они действительно совпадают, и я могу сказать, что я очень часто к ним прислушиваюсь, хотя критики к этим прогнозам очень часто много. Итак, я правильно понимаю, значит, «Империка» предполагает, что до конца года можно ожидать некоего снижения цен, и вот причины, по которым это снижение так или иначе произойдет. Да. Ну, собственно, в начале нашей дискуссии, Ольга довольно подробно об этих причинах. Я уже знаю, повторяться, то есть, или скажу вкратце, это повышение ставок по финансированию, но именно не на недвижимость, а кредиты на предприятиях, да, это сокращение желающих жить в городе, принудительные продажи, проблемы на стройках из-за нехватки материала и персонала, и снижение спроса. А уточни все-таки, вот сокращение желающих жить в городе, то есть люди будут приезжать в более дешевое жилье? Нет, это не вопрос, в том числе, кстати, это более дешевое, вот интересное, да, да. А вот я, потому что задал задачку эксперта по Германии, это прикольно. Да, да, да. Это, конечно, для многих одна из мотиваций тоже будет, кто не может больше оплачивать цены в городе, они будут присматриваться к более дешевому жилью, но это еще и психологический фактор, потому что сейчас многие пережили вот это заключение, можно так сказать, в четырех стенах на маленьком пространстве, когда еще члены семьи, дети не ходят в школу, в детские сады закрыты, и ты постоянно крутишься, да, в этом, и нету пространства, то есть у каждого должна быть все-таки какая-то зона своя, где он может отдохнуть и уединиться, а ее нету физически, и ты 24 часа, то есть многие семьи сталкивались с Германией, столкнулись с Германией с тем, что 24 часа это все происходит, как и в Москве, и у вас, да, наверное, тоже в Питере, так же, да, все происходит на маленькой территории, поэтому многие начнут задумываться о том, что все-таки иметь небольшой кусочек земли – это хорошо. Окей, и второй тогда слайд, о котором мы говорили, вот он, пять причин для того, что рынок все-таки относительно быстро стабилизируется и под этой стабильностью подразумевают, ну, начало уже 2021 года. Да, да, то есть это снижение ставок по финансированию, повышенная миграция из других стран после открытия границ, в особенности из Англии, прекращение принудительных продаж, продолжение проблем на стройках, наличие капитала или достаточное наличие капитала на рынке, соответственно, количество предложений и меньше уровня спроса. Ну что ж, дорогие друзья, в двух словах, но в течение более чем 70 минут мы поговорили о текущей ситуации, мы будем и дальше активно встречаться с Ольгой в динамике, отслеживая эту ситуацию, потому что сейчас, ну, действительно, говорят, да, инвестировать надо в кризисный период. Вот, пожалуйста, вам кризисный период, надо... Долгожданный. Да, долгожданный кризис давно не было. Кому сказать спасибо непонятно. Дорогие друзья, еще тогда буквально несколько объявлений. В ближайшее время мы продолжаем наши вебинары на Приан.ру. Завтра у нас будет вебинар, посвященный инвестициям в шесть различных стран. Будем говорить о том, вообще можно ли на что-то в них сейчас рассчитывать. За Германией-то более-менее все понятно, есть на что рассчитывать, да. А вот там шесть стран, Испания, Италия, Объединенные Арабские Эмираты, Польша. В общем, очень о многих странах поговорим. Мы послезавтра будем отдельно говорить о Болгарии, о специальных предложениях, которые есть сейчас у застройщиков на болгарском рынке. Ну, а с Ольгой, как я уже говорил, мы встретимся ближе к середине месяца. Точную дату определим чуть позже и обязательно вы рассылку получите. Наверное, в рассылке, может быть, уже по итогам даже этого вебинара мы отдельно пригласим вас на следующий вебинар, который будет посвящен в том числе вопросам трудоустройства в Германии и вопросам получения вида на жительство для инвесторов, то есть более-менее для стоятельных людей. Итак, дорогие друзья, Ольга Мюллер, наш эксперт, член Королевской Академии, все названия. Ассоциация. РИКС это я помню, а вот название это никак мне не запомнить. Королевского института дипломированных оценщиков, вот как это называется. Ну, а управляющий партнер Инвестор Джомани ГМБХ, это я уже помню наизусть. Олюшка, спасибо тебе огромное. Ну, несколько слов тогда от тебя. Да, очень приятно. Огромное спасибо за ваши вопросы. Очень интересная аудитория сегодня была. Мне всегда приятно отвечать на вопросы по теме, поэтому я благодарна каждому, кто задал свой вопрос. Я жду вас на своей личной консультации, и вы также можете всегда писать на электронную почту. Мы работаем, как вы видите, мы все в офисе, и готовы удовлетворить ваши спросы, желания. Так что обращайтесь. Ну что ж, спасибо огромное. Более того, ответы на вопросы, те, которые, ну, можно будет вынести там в публичное поле, мы с удовольствием будем публиковать на Прианру. С Ольгой Мюллер наш эксперт, и мы регулярно публикуем материалы с ее аналитикой именно по рынку недвижимости Германии. Итак, Ольга Мюллер, Invest in Germany, Филипп Березин, Прианру, недвижимость за рубежом. Прианру встретитесь 24 на 7 и завтра, а с Ольгой тогда, когда напишите, и позвоните. Всем здоровья, Германия выходит из кризиса, мы последуем вслед за ней. Спасибо большое и до свидания, до встречи.